В этой комнате приятно пахнет красками. Стены увешаны необычными картинами, а в воздухе летают еле уловимые пылинки гипса. Этот уголок в обычной квартире – настоящая художественная мастерская, куда без стука домочадцы лишний раз не заходят, боятся спугнуть вдохновение молодого творца. Когда тебе показывают картину, и ты сначала не можешь понять, это фотография, либо это нарисовано, то сначала ты воспринимаешь абсолютно как фото, поскольку оно настолько реалистично, и это просто фантастично, что так можно нарисовать. За что не берется, все у него получается хорошо. Но при всем при этом он не только хорошо, он как бы не останавливается на каких-то достижениях, он постоянно вот это вот, что-то придумывает, пытается внести что-то новое. Серж Филингер работает над новой картиной «Слой за слоем». Ему позировала молодая прима балета Полина Русецкая. В плотном графике популярной танцовщицы времени немного, но Серж работает в 10 раз быстрее, чем любой другой мастер. Секрет в собственной революционной технике. Вместо одной кисти художник рисует сразу десятью. Когда процесс идет, да, рисуешь, рисуешь, вот в руке держишь несколько кистей дежурных, потом второй, третий, там, ну, чтобы вот. А мне было это неудобно, я думал, а зачем? Вот намотал три кисти и посмотрел, как пальцами вообще рисовать. То есть не брать всю руку и заключать в нее одну кисть, а на каждый палец распределять кисти, то есть как поведут себя пальцы. И они повели себя очень интересно. То есть я потом со временем обнаружил, что вообще у каждого пальца есть свой почерк. И потом надел пять кистей, десять кистей, приноровился и стало вообще как бы удобно, что я сейчас вообще не понимаю, как одной кисти. Точнее, не то, что не понимаю, просто логичный вопрос, зачем рисовать одной, когда можно десятью. Так, постепенно экспериментируя, художник задействовал все пальцы обеих рук. Крепятся кисти специальными напальчниками, но когда Серж только начинал, в ход шла обычная изолента. И тут без помощи было не обойтись. Когда я не рисовал, да, хотел кофе попить или что, естественно, или сигарету, чтобы все было цветное вокруг, все в краске, вся мебель в краске, диван в краске, мама, папа в краске. Когда Серж Филингер учился в школе, частенько ему было не до уроков. Творческий мальчик все время или писал рассказы, или набрасывал карандашом рисунки, но профессионально живописью он увлекся лишь четыре года назад. Все законы ремесла изучил самостоятельно. Вначале я вообще не решался кистью попробовать даже, потому что было мне все понятно, в карандаше дюбка твердая, все, а как это вот кистью там в одну сторону ведешь, а ее там щетина в другую, для меня это было непонятно. Методом научного тыка вот получается вот так вот, да, все, понял, что значит так надо. А потом, когда общался с знакомым, которого академию закончили, например, я говорю, вот он все правильно делает. На полотно «Венера и Амур» у мастера ушло восемь месяцев. Как утверждает художник, если бы работал одной кистью, потратил бы на картину около трех лет. Преимуществ очень много. Ну, самое банальное – это уже как бы скорость. Если в пастозно рисовать, да, в пастозных техниках, тогда там получается очень интересный узор мозгов, индивидуальный очень такой получается узор мозгов, который как бы одной кистью не повторить. Вот. Потом синхронизируется или, как сказать, гармонизируется, правильно сказать, оба шария мозга, то есть создаются новые нейронные связи в мозге. Задействуются те области мозга, которые стимулируют и отвечают за вдохновение, что очень важно для художника. Изобретатель только открывает все возможности новой техники. Ну, сначала, естественно, относишься к этому скептически, да, вот. Но потом, когда увидишь результат уже, когда он просто не взял там пять кистей и намотал на руки, и что-то попытался сделать. А именно результат в плане работы, работы действительно очень стоящий, и как бы сразу все сомнения были развеяны. В первую очередь, конечно, меня сами картины больше поражали. И когда я узнал, что здесь все кистями, это был просто еще дополнительный импульс как бы восхититься ими и перерасмыслить его творчество. В патентном бюро подтвердили, да, Сержа Филингера так не рисовал никто. Только вот сделать авторской технику десяти кистей он, к сожалению, не может. Технику запатентовать как бы невозможно по той причине, что она техника, да, ее продать нельзя. Можно продать продукт готовый, какие-то электрические, допустим, мои кисти, там, да, для мультифасов, инструменты. И, ну, какие-то вот, как сказать, механизмы, которые можно продать. А вот именно технику продать нельзя, это как стиль, как рок, да, вот, или импрессионизм. Зато десять кистей рождают все новые и новые идеи. Например, Серж спаял кисти из светодиодов и сделал из этого фризлайт произведения. А совсем недавно стал использовать свою инновацию и в скульптуре из гипса. Я на пальце надеваю резаки, еще несколько электрических резаков, которые вращаются, таким образом все гораздо удобнее. Шлифовщик вращающийся. И, допустим, на мизине садеваю кисть, гипсовую крошку смахиваю, тоже удобно чистить. Иногда фонарики одеваю, чтобы не поворачивать скульптуру, да, а светом в разные стороны. Получается, при разном свете ты видишь скульптуру. Этот художник экспериментирует во многих стилях, от экспрессионизма до гиперреализма. Увлекается квантовой физикой и изучением космоса, что, конечно же, отражается в его картинах. Даже любимый фрукт «Гранат» стал визитной карточкой мастера и часто появляется в его работах. Мне очень нравится, мне приятно, когда меня хвалят, но больше всего мне нравится, когда люди пишут, что ей вдохновляют. То есть, они говорят, вот я вообще никогда живописью не увлекался или не увлекалась, как только увидел твои работы, мне самой или самому захотелось нарисовать. В 2012-м его картины удивляли москвичей в Центральном доме художников. А чуть ранее творчество Сержа Филингера судили минские зрители. Но чтобы работы принимали участие в выставках, нужны немалые затраты и диплом художника. Здесь, как бы, чаще всего даже не хотят выставлять по той причине, что это самоучка, например. То в Европе, например, это не имеет значения. То есть, самоучка ты по факту показываешь, да, красиво, некрасиво. А если у тебя есть образование, ты нес мазню, например. Для них это не важно. Я сейчас просто живу в Германии, и я тоже общаюсь с людьми, которые занимаются художеством. Я вижу, что это намного там проще и намного это все востребований. Когда я вижу там, например, какие картины там продают и за какие деньги. И когда я вижу, что Сережа рисует и какие деньги, например, он за это бы хотел получать. Поняв, что это несосмиримые цены. Одни ругают и критикуют его, другие восхищаются и называют непризнанным гением. При этом копии его картин печатают в учебниках живописи рядом с работами самого Микеланджело. А у техники десяти кистей появляются свои поклонники и последователи. И это главная награда для необычного изобретателя.